А теперь приступаем! Что же, что же я приобрела в своем любимом магазине Читай Город? Обожаю, обожаю серию этих магазинов, тащусь. Раньше они были новым книжным, но потом ребрендинг, и он стал Читай Городом. Там очень много товаров для рукоделия, и порой мне кажется, что... Господи, мне нужны бесконечные финансовые запасы, чтобы себя как-то полноценно порадовать. Значит, в этот раз было приобретено две книжки и три блокнотика. А, и самое важное, прищепки. Вот сзади меня, видите, вот эти вот фоточки там, там на фоне вот таком заднем? Вот, их надо же на что-то было крепить, и в итоге я купила набор прищепок! Вот так вот они выглядят, разноцветные такие прищепульки под все цвета радуги. Ну, кроме розового, розового не входят в цвета радуги. Очень нравится, отлично прищепывают. Я, конечно, не знаю, насколько это важное характерическое прищепок. Вот, понравились, и в набор входит веревка. Мне она пока что не нужна, но она там есть, и это здорово. Я думаю, что для многих это полезное дополнение будет. Дальше. Я помыла своих котов, поэтому у меня сейчас слышно сплошное чапканье. Они вылизываются. Так, книжки. Значит, французская тема у меня преобладала. Это две вот такие вот мотивирующие книгули. Книгули про то, как превратить свои повседневные дела в что-то более радостное, нежели обычная скучная рутина. Автор Дженнифер Элл Скотт. И там, и там, и здесь у нас уроки мадам Шик. А вот это вот книгуля «Французская жена», которая раньше называлась «Жить как мадам Шик». Ну, или она выходит в другом издательстве под названием «Жить как мадам Шик». Якобы автор подчеркнул какие-то советы из жизни француженок и решил это вдохновляющее явление перенести на нашу повседневную жизнь. Ну, как на нашу. Скотт фамилия вроде как американская, да, поэтому на американскую жизнь. Но ценности, как всегда, стандартные, да, женщина должна ухаживать за собой, должна быть красивой, милой, интеллигентной, просвещенной и так далее. Поэтому, чтобы подчеркнуть некую мотивацию, вдохновение, эти книги подойдут, вдохновят, смотивируют. Но принимать их как какое-то вот именно руководство к жизни, вот, вынь да положь, это не вариант. Так лёгкое чтиво, чтобы просто поднять себе настроение, какие-то советы подчеркнуть, рекомендации вынести, но не более того. Ежедневник для влюблённых. Вот так вот он выглядит, такой чёрненький, с золотистыми сердечками. Что-то наподобие пятибука, но рассчитанное на три года, потому что каждая страничка состоит из трёх лет, где всё-таки строчки отданы и вам, и вашему партнёру. Поэтому место, естественно, сокращается по сравнению с обычным пятибуком. И мне кажется, это очень классное занятие для какого-то такого, знаете, пассивного совместного времяпрепровождения, когда, например, ваш любимый сидит рядом, занимается своими делами, ну, например, там в комп играет или, ну, что-нибудь такое как бы творит, а вы сидите, открыв эту книжечку, спрашиваете у него какие-то вопросы и записываете его ответы. Некоторые вопросы требуют его прямого участия, нужно нарисовать, например, там нарисуйте черту характера, которая не нравится вам в партнёре, или там нарисуйте шуточно вашего партнёра, ой, фотография выпала, вот, ну ладно. Дневник оформлен очень мило, бесконечно просто очаровательно. Вот, золотистый вот этот корешок, переплёт, как это правильно сказать, ну, переплёт это всё-таки это, и корешок тоже, это как бы, ну, короче, странички золотые, чёрная закладочка, и я думаю, вот эту вот переднюю, переднюю, первую страничку всё-таки чем-нибудь отдекорировать, возможно, совместное фото как-то украшенное, вот, ну, а дальше уже заполнять. Я, кстати, ребят, с таким огромным удовольствием открыла свой именно пятибук, которые на пять лет рассчитаны, потому что год уже прошёл, как я его веду, вот, и когда ты начинаешь вести второй год и сравнивать свои ответы вот в этом втором году с ответами в том году, ты видишь свой личностный рост и смело своих ценностей, потому что в повседневной жизни тебе кажется, что, ну, мало что меняется, ты вроде как вырос, ты сформировал какие-то взгляды на что-то, ну, и живёшь с этим, а на самом деле изменения происходят, и отвечая на одни и те же вопросы, из года в год ты понимаешь, что, ну, ты растёшь, твои ценности меняются, принципы меняются, и здорово вот так вот на примере несложных вопросов наблюдать за этим. Вот, и что ещё могу добавить? Книжка очень приятная на ощупь, Здесь написано «lovers gonna love», как я понимаю, это что-то вроде «влюблённые должны любить», «дневник для влюблённых», «три года», «365 вопросов», «2190 ответов». Вот, на корешке форзация всё то же самое, потом покажу поближе. Так, дальше, я поддалась модному венью и купила себе, благо, маленькую раскрасочку антистрессовую сладости, чем она меня вдохновила. Я посмотрела на всякие такие раскрасочки из разряда цветочки, природа, птички, поняла, что, не, на это у меня точно терпения не хватит, я психаную, и это будет точно не антистресс. А сладости меня покорили тем, что всё-таки, когда ты лепишь из полимерной глины, да, как-то вкусняшки – это то, что лепить, ну, одно из приятных для меня вообще всего на свете. Вот, и здесь очень много вкусняшек, очень интересных по своей задумке, которые потом можно вылепить из той же полимерки. Я очень надеюсь, что когда я буду раскрашивать страничку за страничкой, и мне захочется что-нибудь слепить, на что-то меня это вдохновит. И очень нравится и детализация, есть и мелкие детали, и крупные, то есть на одних страничках ты будешь задрачиваться и раскрашивать всё до посинения, там каждую крупицу, на других страничках, наоборот, много больших деталек, и ты можешь спокойно себе поводить ручкой, так сказать. Вот, так что она маленькая, стоит всего 148 рублей, и, не знаю, я вообще просто, я листаю её, и она меня вдохновляет, и хочется вот побыстрее взять какие-нибудь маркеры и что-нибудь начать творить. Я, кстати, сейчас наблюдаю так за инстаграмом Анны Орионы, и вижу её творение, где она разукрашивает всяких лягушечек, каких-то других зверят, она делает именно переходы цветов между какими-то однородными элементами, и выглядит очень красиво, и видно, знаете, вот, да, как раскрашивает ребёнок, а как раскрашивает взрослый, насколько разный подход, то есть ребёнок, он взял один цвет, и он ему рисует, а взрослый настолько творчески подходит к процессу раскрашивания, что, блин, это очень интересно, на самом деле, наблюдать. Там, если, например, рисунок более монолитный, там уже начинается наложение святой тени, что ребёнок делать, естественно, не будет, и рисунок становится более объёмный, более живой. Поэтому вот те, кто взрослый смотрит мой канал, распечатайте себе просто даже какой-нибудь рисунок с интернета, в интернете куча раскрасок, и попробуйте его раскрасить, если вы этим занимались кучу лет. Я вас уверяю, вы для себя откроете себя же с новой стороны, вы удивитесь, что вы по-другому стали смотреть на это, не то, что тогда, когда вам было 5-6 лет. Так, и последняя, очень вообще просто офигенная вещь, которую я вам покажу, это вот такой вот смешбук. Смешбук можно позиционировать как любой вообще блокнот, в который вы вклеиваете всё, что можно, но что мне очень нравится в этом, во-первых, здесь ни одна страничка не похожа на другую, и здесь тебе уже сказано, что делать. То есть, есть, например, разворот, где ты описываешь свою мечту, я обязательно должна посмотреть эти фильмы, в этом месяце мне нужно для полного счастья столько-то денег, вот, сейчас в моём кошельке. То есть, вот, просто, знаете, вот, это действительно потрясающий смешбук, мне кажется, один из самых лучших, смешбук Beautiful Day. 490 рублей он стоит, и, знаете, вот есть очень похожие блокноты, там, люби, твори, создавай что-то в этом духе, блокноты творческого человека. Они выглядят вот по размеру, по формату абсолютно так же, но сами странички не содержат каких-то конкретных надписей и побуждения к тому, что вам нужно сделать. В этом же смешбуке у вас каждая страничка характеризует то, что от вас хотят, что от вас требуется. Поэтому заполнять такой блокнот – это одно удовольствие. Вы знаете, что сюда писать, это самое классное. Вот, то есть, здесь есть всё, от спортивного уголка до вкусняшек, есть странички для каракулей, и это очень здорово. Опять же, чуть-чуть попозже покажу поближе. Вот, на этом, наверное, всё. Спасибо большое за просмотр, и сейчас покажу странички поближе. Напоминаю, да, подписывайтесь на канал, заглядывайте в инстаграмчик, и в группу во Вконтакте я буду рада вас видеть. И вообще, мы сегодня такие все зелёные. Ну, а теперь странички поближе. Дневничок для влюблённых выглядит следующим образом. Вот, и мне очень понравилось, что, во-первых, наконец-таки этот разворот оформленный у них в петебуке. И вот здесь есть очень милашечная страничка, кому принадлежит этот миф. Я думаю, что здесь можно вписать имена двоих. Вот, и дальше уже на каждой страничке есть место для года, для вашего и мнения вашего партнёра. Вот, сам вопрос. И пельмень. Да, пельмень? Ты тоже есть? Ты тоже есть. Вот, и я думаю, что я ещё дооформлю как-нибудь обложку, потому что она очень мрачная, на мой взгляд. Так, возвращаемся. Пельмень ляж куда-нибудь. Значит, раскраска сладостей. Я, кстати, их помыла. Смотрите, какие они теперь забавные. Сладости мини-раскраска антистресс. Вот так вот она выглядит. Как я... Ну, двинься куда-нибудь. Как я говорила, есть рисунки, где очень много маленьких деталек, есть где большие детали, которые можно раскрашивать как душе угодно. Опять же, да, вот череда больших деталей и маленьких. Вот здесь вот, мне кажется, страничка вообще как бы для извращенцев. Здесь очень много маленьких деталек. А вот здесь очень лайтовая страничка, если не сильно заморачиваться, например, для её оформления нужно не так много цветов. Ну и так далее. В конце есть странички, где можно раскрашивать детальки, потом их вырезать и складывать гирлянды из конфет. Вот. Странички с пончиками и вот такими вот кексиками мои самые любимые. Вот. Если хотите со мной вместе пораскрашивать, давайте мне об этом знать. Я постараюсь придумать какое-нибудь видео, возможно, без комментариев, просто что-то типа работы нон-стоп. Вот. Как Анна Ориона иногда делает свои видео, где она лепит без остановки. Ну, то же самое вот. Без комментариев, просто процесс рисования. Вот. А можно, кстати, с этой раскраской заснять ASMR. Вот тоже идея, да. Поэтому напишите мне, пожалуйста, что вы хотите с ней видеть. И вот эта вот последняя книгуля. Beautiful Day. Smash Book. Открываете. И у нас здесь страница каракулей. Страница каракулей. Ой, простите, я вас толкаю. Вот. Каждая страничка очень красивая, очень яркая. И мне очень-очень-очень нравится оформление. Мне кажется, что этот блокнот, он настолько солнечный, позитивный, вдохновляющий. И я думаю, что постепенно я буду это заполнять. У меня вообще для вас очень много идей в плане видео с блокнотами, но, к сожалению, руки не доходят, потому что, когда ты мотаешься в другой город на работу, то ты возвращаешься, и тебе уже ничего не хочется, тебя сил ни на что нету. Вот. Так что по мере возможности, естественно, буду снимать. Мне главное видеть вашу реакцию, ваш отклик, и то, что вам, ну, не всё равно то, что здесь происходит, что то вдохновение, которое вы здесь получаете, оно не проходит даром. Вот. Ну всё. Теперь окончательно уже до свидания. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok